всем привет мои дорогие друзья вы на канале о вязании с вами виктория и я начинаю свои записки с пиццами это такой вязальный влог у меня тут такой небольшой декор новогодний такие вот елочки прикольные и вот такой орешек с брусь нет не брусника как он называется калина или как короче все меня поняли я вам сейчас расскажу что я сделала за выходные и покажу свою покупочку давайте сначала начнем с приятного посмотрим на покупочку а пришла мне на прошлой неделе вот такая вот пряжа это пряжа дропс пуна стопроцентная альпака я заказывала себе на шапочку и на перчатки связала образец вот такой вот так здесь у нас четверка а здесь у нас по моему тройка если я не ошибаюсь или три с половиной сушить а я забыла что здесь вот я балда и как эти при буду вязать по моему здесь три с половиной до или тройка ну вот как я могла так забыть а вот скажите мне тройка точно тройка потому что я вязала вот на этих спицах и они у меня стоят крайними значит этот было четверка как и рекомендую тут 50 грамм 110 метров рекомендуют спицы четверку стопроцентной альпака я вязала на четверки и потом перешла на тройку ну вот мне на тройке нравится побольше правда я его очень стирала может быть она еще раз пушится и забьется нужно постирать посмотреть как она будет я планирую из этого связать перчатки и шапку ну я надеюсь что у меня все получится я извиняюсь за посторонние звуки знаете это закон подлости как я говорю как только начинаешь снимать или что-то делать где нужна тишина и сразу тишина заканчивается вот поэтому вот такая вот пряжа на ощупь это невероятная мягкая пряжа прям ее хочется трогать и трогать вот прям трогать она такая гладенькая мягенькая возможно в шапке она будет немножко покалывать я потому что прикладывала ее к лбу мне кажется что вот какие-то такие ощущения есть возможно будет некомфортно но я сначала свяжу перчатки а потом шапку я так решила вот такой образец у меня так следующий образец который я тоже связала это вот вот такой образец это стопроцентный меринос в четыре нити 1550 метров на 100 грамм вязала на четверках это я вязала образец для платья я хочу связать платье просто как я уже говорила да я уже упоминал это платье просто длинное платье который я могла носить зимой на улицу вот сначала у меня был такой вариант этого платья резинка 5 1 и все в принципе без всяких узоров без ничего просто реглан сверху и вниз но мне кажется что он просвечивается то есть как бы это такое тонкое невесомое очень хорошо драпирующие полотно но мне кажется она прям тонкая четверки я не знаю как то может быть три с половиной нужно было взять но мне кажется тонковато хотя я не люблю толстые вещи у меня верхняя одежда очень теплая и толстые вещи мне кажется мне сковы движения все мои джемпера которыми и зимние ну хотя он не так много сразу скажу мне всего два таких именно вязаных и один из них из аналога лана голд от однако по моему и да однако вот он аналог лана год вы знаете я выносить не могу на то что он колется так он еще и толстый у меня он сковывает настолько сильное движение что мне некомфортно по а вот второй из альпаки такой длинноворстный он просто невесомый и он такой теплый и мне он так нравится я из него честно говоря девочки когда вот совсем становится холодно не вылажу уже второй год второй зимы потому что я его связал прошлом году как раз под новый год закончил это мой был трехлетний недовяз и вот это она точно такой же она тонкая невесомая и скорее всего для платья почему бы нет правда то есть даже на белье она не колется потому что это стопроцентный меринос отделанным на белье и куда-то например по магазинам то есть она тонкая если связать без ворота то жарко не будет платочек одел в магазин приехал платок шеи снял и в принципе даже раздеваться сильно не нужно жарко не будет пока мысль потом я посмотрела влог от греты я смотрю ее очень-очень редко то есть ну как бы не все видео мне и заходят далеко не все но видео на который я попала это было и ела по пейса которую поместили на обложку журнала от от навиты до производителя пряжи навита навита и мне меня очень впечатлила ее лапа пейса действительно реально девочки классная грета молодец прям шикарное изделие рисунок подобран просто идеально все хорошо и мне захотелось тоже связать лапа пейс но не захотелось не просто хотелось вязать именно платье лапа пейсу и я сначала думала связать егоесто процентами реноса но потом подумала нет что то не то мне не хочешь завязать из сто процентов мире носа я наверно хотела бы связать из шерсти и в следующем подключении я обязательно вам покажу эти моточки я просто не все их вытащила я вытащила моток на основное полотно то есть там где у меня было побольше пряжи стопроцентная шетланд и мне теперь нужно вытащить два цвета на сам узор лапа пейси да так как основной узор у меня синий меланж то есть это такой ярко-синий со светло-голубым такая скрученная ниточка я уже вязала из такой пряжи сыну младшему в прошлом году тоже в январе лапа пейсу и она была с желтым узором с таким же меланжевым ярко-желтым офигенское сочетание я смотрела по карте цветов именно синий желтым очень хорошо сочетается но мне нужен был третий цвет и я посмотрела по карте цветов третий цвет это красный и у меня есть и желтый меланж и красный меланж именно к этой вот синему цвету я обязательно вытащу две бобинки красного покажу то есть по идее это должна быть такая очень яркая красивая лапа пейса ну платье лапа пейса я знаю что я буду носить я знаю что мне это пряжа очень нравится но я также понимаю что это невероятный труд и это наверное так быстро не свяжется дальше что я еще хотел вам показать я еще хотел вам показать две мои покупочки но это около вязальная тематика но все равно я себе купила два вот таких крема для рук это крем с козьим молоком и маслом оливы очень хороший я уже брала как-то время не его дарили мне вот понравилось и вот такую маску для рук маска для рук и ногтей она не смываемая ультра питание ультра лифтинг несмываемая маска вы знаете я вот намазала ей сейчас ну не сейчас где-то часа полтора назад я там потом дела какие-то делала мне понравился эффект кожа не жирная быстро впитывает здесь масло органы ши кокоса и оливы то есть как раз все те масла которые питают и увлажняют нашу кожу не знаю как дальше это будет все на моих руках но пока мне вот эти два крема очень очень понравились и маска и крем поэтому если вы увидите у себя рекомендую попробуйте мне кажется очень хороший вариант и я просто не ходила в магазин дав это у нас бытовая химия и там очень много там такой выбор этих кремов я же растерялась не знала что взять ну вот взяла вот эти вот тем более не вам по скидке были там какие-то скидки у них сейчас перед новогодние вот так дальше мои продвижения я бы хотела показать вам мужской джемпер так давайте сейчас вот такой вот мужской джемпер я перешла уже на тело так я хотела его измерить давайте посмотрим по замерам мне важно вот здесь ну вот смотрите вот так где-то 52 на это 52 это 52 размер ну то есть 52 без 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 даже нет нет даже здесь 54 вот так вот если 54 это 54 без свободно облегания то есть на 52 у меня сейчас муж немножко схуднул у него сейчас это 52 размер я думаю будет хорошо 27 27 регланная линия отлично то есть я наконец-то довязала регланную линию и перешла теперь просто на круговое вязание у меня тут вот такие вот золотые спицы от 1 я очень люблю одики с тонким кончиком и как золотые так и серебряные ну то есть по цвету мне они нравятся они меня устраивают меня леска не нервирует как многих многие девочки жалуются что леска перекручивается не знаю ничего не перекручивается вот видите вот как лежит так или же да здесь конечно уже вставлены вот эти китайские чтобы я могла вам показать но сам факт вот такой джемпер рукав у меня кстати вот хотел рукав тоже замерить сколько у меня тут ширина рукава у меня 20 так 21 наверно где-то они тоже тут же еще подрез ну короче рукав у меня достаточно широкий 25 естественно я буду делать убавки как обычно то есть это 50 сантиметров объем да так сейчас посмотрим только у меня обхват рукава интересно 38 сантиметров плюс 10 сантиметров на припуск и того 48 у меня 50 отлично 2 сантиметра я убавлю на убавки да и плюс он еще потянется вообще мне кажется подойдет шикарно вот поэтому так как у меня закончились все мои проекты я вижу только этот джемпер да у меня две готовые работы я вам обязательно покажу в следующем подключении потому что они все на детях дочь убежала в белом джемпере он высох сегодня я вам ставлю фотографии а в следующем подключении я вам его подробно расскажу о нем покажу его и сын у меня тоже в садике джемпере которых я ему связала и стопроцентной шерсти у меня даже там остаточек вот такой остался это я уже говорила да я распустила его другой джемпер и добавила туда ниточку мериноса и все и связала вместе и получился отличный джемпер теплый и он в нем сейчас в детском саду поэтому вот эти две готовые работы у меня случились на прошлой неделе и я вам обязательно их подключу как только они вернутся домой все в принципе на сегодня все встречу встретимся сайт буквально через секунду я вам покажу что у меня связалась может быть какие-то продвижения будут или я может быть какие-то образцы повяжу еще на лопопейсу я вчера кстати искала узоры на лопопейсу мне два узора очень понравились в следующем подключении обязательно покажу вам книжки в которых я это все смотрю сама я ничего не сочиняю у меня нет фантазии я в этом плане я не умею не рисовать не петь как кафе поэтому книжки мне в помощь встретиться с вами через секунду у нас еще понедельник вечер а сейчас уже без 15 и 11 и я хочу показать вам вот те готовые работы которые у меня получились то есть это вот детский джемпер вот такой вот он связан из двух ниточек пряжи шетланд 650 на 100 и двух ниточек пряжи карный меринос 1500 метров или 1450 на 100 тоже две ниточки он получился такой достаточно толстенький плотный он абсолютно не колючий потому что не шетланд не меринос принципе не колется особенно если несколько стирок так вообще не колется данное изделие прошло только одну стирку но так как шетланд был уже в изделии то есть он раскрытый полностью но то есть как мы видим до резинку не держит сразу показывают резинку не держит здесь я сделала вот такой вот вырез для того чтобы проходила голова ребенок маленький ему два года и естественно голова у нас больше чем шеи да и плечи общих поэтому голова проходит мы носим на водолазку то есть регланная линия в две петли прибавки делала из петли реглана именно не из петли самого полотна из петли реглана поэтому кажется что как будто одна регланная линия реванных линий тут 2 вот так вот такой вот джемперочек очень классный то есть он вообще кому интересные замеры могу сказать приблизительно то есть длина изделия 35 это у нас 92 размер 35 сантиметров ширина изделия так сейчас я вам скажу ну вот смотрите 27 но пусть 28 да вот так 28 сантиметров то есть это 56 получается в объеме да ну вот на два года по линии рукава по внутренней линии рукава 19 сантиметров и ширина самого рукава 10 сантиметров вот это идеальный размер на стандартного ребенка на водолазочку конечно он практически без свободы облигания совсем чуть но без водолазки если его одевать да на комитом футболочку примеру вообще замечательно если вы связать из другой пляже которая будет ну она не колка и скажем так более приятная на более мягкая то вот именно эти размеры это на двухлетнего обычного стандартного ребенка кстати по таблице размером мы как раз вписываемся в 92 размер так здесь тоже резинка как вы видите она абсолютно не держит ничего то есть это декоративная абсолютно вещь такая вот растягивается буквально вот где-то через неделю мы джемпер носим неделю и за неделю у нас рассеялась резинка вот так стало хотя в принципе когда он был связан резинка была немножко в подтянута и она не справляется после бы то нет это не то пряжа которая бы приняла бы форму после вы то нет она такой остается но полотно очень приятное просто неимоверно приятное полотно очень классная мягкая тёплая и абсолютно невесомая мы сейчас с вами взвесим 141 грамм это на двухлетнего ребенка я считаю что это очень хорошо расход пряжи абсолютно небольшой у меня вот от прошлого джемпера я же говорю остался вот такой моточек там ну прилично еще хватит на носочки наверно на детские да я думаю что на детские носочки еще хватит я надеюсь что он у нас не сильно растянется потому что предыдущий джемпер очень сильно растянулся но надеюсь что этот мы проносим до весны а там он нам стоит маленький мы свяжем что-нибудь другое вот так и еще одна моя готовая работа которую я бы вам хотела показать это вот этот джемпер вот смотрите что у меня получилось вот такой джемпер я вот так положу он весь в кадр не вмещается но у вас будут вставлены фотографии немножко по техническим характеристикам значит здесь спущенное плечом причем спущенное плечо вот с такими прибавками на сам окат рукава или как это назвать правильно я делала прибавки в каждом втором ряду вот так вот здесь у меня тоже скос плеча то есть как мы видим да то есть он неровный каждые 8 петель были укороченные ряды здесь кит лёвка резиночка 1 на 1 закрытие без полой резинки то есть просто иглой без полной резинки под горлышком у одна изнаночная петля точно так же как и по телу вот так вот имитация бокового шва резиночка точно также один на один закрытие без полной резинки абсолютно эластичная все хорошо убавки делала так убавки я тут делала в каждом втором ну то есть каждую петлю и убавляла тут убавлено ровно в два раза то есть 2 вместе лицевой 2 вместе изнаночной вместе лицевой 2 вместе изнаночной вот так по кругу ровно в два раза у меня уменьшилось количество петель получились вот такие замечательные складочки мне нравится в целом в джемпер получился хороший он не колется в нем не жарко не холодно дождь сегодня ходила ее все устроило все хорошо то есть да она сказал днем когда солнышко припекает может быть где-то там еще немножко душновато но к вечеру она учится во вторую смену становится холодно и все великолепно хорошо ложная кетлевка я делаю вот такую о надо обрезать данное изделие мне очень понравилось напомню пряжу это пряжа была alize baby wool одна ниточка и плюс одна ниточка корного мериноса 1450 на 100 грамм по замерам это размер детский 170 взрослый 38 примерно на 40 ну может и на 40 до можно и на 40 будет один то есть по ширине по ширине 40 47 сантиметров то есть 47 сантиметров это 94 сантиметра в объеме длина изделия у нас чуть ниже середины бедра полу ну смотри как не длина изделия у нас чуть выше середины бедра 57 сантиметров вот так вот такие вот у меня вот такой получился скос рукава скоса кота джемпер я когда вязала я вот тут не делала декоративной дорожки в этом джемпере сделать декоративную дорожку чтобы при поднятии петель на рукав она смотрелась более красиво но не знаю насколько это красивее скажем так но вроде бы как аккуратно особенно вот на этом упали мне вообще очень нравится мне кажется что достаточно аккуратно ну и естественно вы посмотрите как этот вы посмотрите как эта конструкция сидит на ребенке то есть на живом человеке как спускается плечо все фотографиях я вам покажу мне кажется что очень очень неплохо по крайней мере нет складок вот этих вот когда так как мы сделали здесь подрез то есть рукав ложится вот так и вот здесь нет лишние ткани и лишнего полотна который делал бы вот эти складки некрасивые в моделях с оверсайз именно или со спущенным плечом потому что спущенное плечо как мы знаем да то есть если мы будем вязать прямо к примеру да то есть она будет широкой вот здесь вот будет вот это вот лишнее вот этих лишнего такие вот складки посмотрите как это все смотрится мне кажется что очень и очень неплохо ну и пряжа замечательная я не устаю петь и дифферамбы ализе baby wool потому что на самом деле это одна из самых лучших пряж в их линейке лучше пряжи вот именно в ализе я не знаю да мне еще нравится ализе merino royal тоже хороший и ализе merino royal fine у меня она есть тоже замечательная пряжа но она немножко дороже из бюджетного сегмента достаточно бюджетного вот ализе baby wool это на самом деле пряжа которую можно вязать спокойно она не колется не чешется ничего как младенцам так и подросткам и очень хорошая линейка цветов то есть в принципе на любой вкус и цвет там все можно найти вот такой вот у меня готовое изделие я им очень очень довольна это уже второе как я вам говорила да у меня уже один такой джемпер есть подобный не такой но большего размера это джемпер именно на ребенка 38-40 размера поэтому кому важны характеристики характеристики прям как я вязала что я вязала и пишите я сниму такую экспресс мастер-класс и расскажу просто с чего я начинала сколько я сантиметров вязала резинку сколько сантиметров полотно сколько подрезов петли были и так далее так далее сейчас конечно я не буду этим этими моментами забивать эфир они далеко не всем интересны я думаю что опытные вязальщицы и сами справиться без всяких подсказок главное показать конструкцию конструкцию я вам показала то есть еще разочек пять минуточек пять секундочек займу вашего времени то есть делаем подрезы и начинаем прибавлять петли в каждой второй петли все ой в каждой второй в каждом втором ряду все в принципе больше ничего мы тут не делаем вот такие вот две готовые работы у меня случились в начале декабря и я собой как никогда довольна все встретимся уже с вами завтра во вторник и я расскажу какие продвижения у меня были и что я тут сделала по поводу своих новых проектов продолжаем наши записки с пиццами и вот я вам прошлом видео в смысле вчера прошлом кусочки обещала показать книгу в которой я ищу жаккардовые узоры получается для своего папе и сын вот такая вот книга и тут море море всего то есть вот как вы можете видеть так я сейчас покажу что я выбрала приблизительно то есть вот такой вот узор вот такой вот то есть вот тут такая схема как на общем полотне она смотрится и вот по цветам и мне понравился вот такой вот узор вот и я хочу эти три узора как-то совместить что-то между ними как-то их вместе чтобы один узор вытекал из другого узора что-то такое сделать не знаю пока я думаю начала вязать образец процесс пока вам не покажу пусть я связала только один раппорт узора высоту самый маленький и вот я теперь начинаю вязать переход от первого узора ко второму узору при этом мне еще надо цвета же совместить как я говорила у меня синий меланж желтый меланж и красный меланж это к ярко яркое сочетание цветов очень красиво смотрится возможно не для взрослой тетечки но я не знаю мне хочется связать именно в такой расцветке я конечно очень люблю бежевый молочный серый какие-то там шоколадные цвета но то есть вот как кто-то сказал недавно какая-то блогер сказала что сейчас коричневый это второй серый вот тоже самое у меня я очень люблю эти сочетания но почему-то вот эту лопопейсу я хочу связать именно в таких ярких расцветках посмотрим что у меня получится в принципе больше я ничего со вчера не вязала у меня заболел муж и вчера весь вечер лечили его честно и сегодня он дома тоже лечится поэтому включение будет небольшое вечером у меня наверное возможности уже не будет подключиться уже подключусь к вам завтра и покажу что я связала из образца и что может какие-то продвижения еще сделаю я вот здесь вот вот рисую как-то совмещаю что-то пытаюсь сделать но пока не знаю еще конечно здесь все так наброски я знаю что есть программа в которой можно по цветам прям все это дело совместить мне как-то неудобно что ли стала совмещать по цветам там я попыталась я сама еще не знаю что я хочу поэтому для начала я решила вот сделать вручную а потом это все перенесу в компьютер и распечатаю чтобы уже была такая красивая схема по которой можно будет видать и опять же это же лопопейса надо же учесть прибавки которые будут делаться по кругу их же надо встроить в узор как-то честно у меня сегодня уже развалялась голова от этих всех мыслей как что куда где эти прибавки сделать это весело серьезно говорю на самом деле процесс очень увлекательный и интересный так ну все на сегодня я думаю пока мне больше вам рассказать нечего и показать тоже потому что занимаюсь только вот этим образцом вяжу по кругу то есть у меня там три или четыре раппорта я их по кругу вижу ну вот 10 сантиметров примерно 10 и 10 сантиметров если круг открыть буду пробовать покажу вам обязательно что у меня продолжаем наши записки спицами и хочу вам показать мой образец который я вижу на свое платье вот как я и говорила это пряжа то есть это синий меланж красный меланж и желтый меланж и вот такое чудо у меня получается здесь у меня и делаю как пробы прибавок до чтобы посмотреть как она будет сразу говорю изнанка ужасно потому что я в принципе не слежу за переплетами это образец в целом натяжением не понятно да то есть какого размера будет полотно для расчета плотности и для расчета размера конечно когда я буду вязать уже платье я постараюсь изнанку переплетать и почаще здесь она так где-то переплела где-то нет где-то забыла но как-то вот так получается вот здесь вроде еще ничего а здесь видите вообще большие протяжки но это образец я на это честно говоря внимание не обращаю конечно же в изделии будет все по-другому цвета шикарные очень все хорошо сочетается я смотрела по карте цветов она вроде бы яркая но в то же время глаз не режет по карте цветов синий сочетается желтым это понятно но и красный там есть и поставить треугольник пока вот по круглой карте вот этой вот получается синий желтый красный вот этот треугольник это как раз те цвета которые сочетаются смотрится неплохо на мой взгляд конечно же это все субъективно это все вкусно это понятно но интернет не говорит что сочетание цветов приемлемая вижу очень медленно очень долго я так думаю что я буду только одну кокетку месяц вязать а потом у меня все свяжется за неделю когда закончится вот этот переплетение цветов но я решила что я это сделаю я на это решусь кокетка это не все платье жаккард будет исключительно только по кокетку хочу довязать но вязать еще много то есть вот у меня по идее три фрагмента узора это вот этот узор я сейчас вижу второе я даже еще не на середине второго и плюс еще будет третий то есть я думаю наверно где-то сантиметров 30 по идее должно быть именно ажура только но буду смотреть я никуда не тороплюсь у меня все с чувством с толком с расстановкой вот так вот еще что я вам хотела показать я вчера забыла про этот образец у меня есть вот такой образец связанный крючком из мериноса у меня я уже говорила да что ребенку на кровать нужен плед спицами вязать давайте чуть уберем а то мне кажется в кадре там очень все ярко мне кажется спицами вязать из мериноса это все будет очень долго поэтому я решила попробовать связать крючком просто столбики с накидами и это очень невесомое легкое полотно мне кажется если связать плед на детскую полуторную кровать у меня у детей я же говорил да мы заказали кровать домиком то есть двухъярусная и за и сверху такой домик еще и там огромные кровати сами по себе у меня муж думал что дня они 1 спальне они не 1 спальне они полуторки именно и и получается что матушном надо сейчас все матрасы поменять потому что матрасы и на 1 спальню кровати там с двух сторон еще по 10 сантиметров голых как вот это вот как же называется не сетка деревянная а вот эти вот такие палки на которых ложится сама сам матрас то есть надо купить новые матрасы и нужен плед а так как у сына комната была изначально наша взрослая спальня там все белое даже я показывала как-то прошлом году мы делали ремонт а нет или позапрошлом короче там светлые обои белая мебель полностью белая мебель белую кровать мы заказали ребенку до чтобы она подходила под мебель и естественно какой-то цветной плед и там будет вообще не в тему поэтому я решила вот такой связать серо-белый он вроде бы серо-бежевый он вроде бы и не белый да но и не темный то есть он будет отличаться выделяться из общего общей массы белой кровати да и белого белья белье там цветной белой неважно но и тем не менее будет достаточно легким потому что это все-таки меринос и ему в принципе можно будет даже укрыться несмотря на то что он в принципе тут с такими вот ну как бы дырочками это же все-таки крючок но в целом мне идея очень нравится вот такого вот пледа мне кажется будет очень неплохо смотреться на мой взгляд конечно же вот это еще один образец у меня ну и в принципе все вчера я так этот образец я можно вначале по моему влога показывала да вчера я опять же образец вот этот вот и джемпер мужской джемпер я его так прилично продвинула давайте я вам покажу то есть посмотрите сколько я его продвинула уже видите для меня это прилично учитывая что в принципе тут у меня все кажется что он маленький но мы же с вами снимали на спицы в начале блога да я вам показывала что в принципе он маленький ой может быть еще разомерить а то я вот смотрю мне все почему-то кажется что он какой-то маловатый смотрите еще даже он тянется да то есть в принципе если вот так вот разложить 52 точно есть у меня уже 52 но еще и он потянется будем надеяться надо будет еще раз все таки снять и еще раз замерить чтобы точно а то свяжу а он будет мало но маленький небольшой маленький может быть сыну подойдет даже не может быть я знаю что сына подойдет он немножко поменьше размером у меня может это 52 с 48 50 вот так вот поэтому ему точно будет хорошо единственное что он не рядом живет но ничего отошли посылочки или поедем в отпуск любом случае будем к нему заезжать санкт-петербург и завезем он у меня санкт-петербург и был в москве но вот неделю назад приехал в санкт-петербург путешествует ребенок сразу говорю не на мои деньги как я уже не устаю как я уже говорила и не устаю это повторять жить по своим правилам только за свои деньги жить а на мои деньги только по моим правилам поэтому ребенок взрослый хочет жить отдельно ради бога я не против вот он сейчас в санкт-петербурге так все значит это мы вяжем и сейчас все-таки сниму и еще раз измерю что да как у нас сейчас еще очень ровно как нам вообще без 15 10 но у меня еще все спят потому что муж болеет а дочка учится во вторую смену все ложатся поздно кроме меня потому что я встаю в 7 утра а то и в 6 как ребенок просыпается но как есть все вяжем я надеюсь что я еще сегодня чуть попозже подключусь покажу если провяжу еще образец чуть-чуть то посмотрим что у меня здесь получится девочки продолжаем наш визуальный влог и сегодня у нас уже четверг до сегодня у нас четверг уже так что было вчера я не знаю вчера это что-то показывал мы или нет но если показывал вы это уже видели если нет тогда я повторюсь вчера был просто очень насыщенный день муж еще болел вчера дома поэтому особо снимать возможности не было но кое-что я все-таки сделала так и во первых вы перед собой видите это очередной детский костюмчик то есть это вот такой лонгслив такой вот обработки нет обработка вот будет обработка то есть я под звездочки примерно подбирала ну у меня нет прям джинса вот такого рябаны и из такой же ткани я обработку делать не хотела поэтому я взяла вот такую рябану так это лонгслив и что у нас здесь и это штанишки тоже естественно не доделаны еще здесь еще нужно сделать пояс и обработать манжеты вот везде нитки это понятно я это сшила вчера и если бы не гости которые пришли в тот момент когда я рылась в своих запасах пряжи и искала рябану я бы дошила бы конечно костюмчик но пришли гости прям вот случайно и мне пришлось конечно же отвлечься все убрать и и потом обратно я уже не поставил на машинку буду делать на доделывать наверное завтра потому что сегодня у нас уже полпятого вечера и уже нет возможности почему так поздно сейчас я вам все расскажу вот вот этот вот костюмчик это в садик и еще один вариант костюмчиком есть но я его еще не раскроила и как вам как раскрою не взять на вам покажу это кулирка футболочные трикотаж тоненький вы не представляете насколько удобно эти костюм в садике то есть если бы у меня было не мальчика была бы девочка я бы наверное ей точно такие же костюмчиков нашел но только в сборе девчачьей ткани это настолько удобно мало того что кофточка тоненькая закрывает ручки как бы не холодно как футболки да там и даже даже не холодно не прохладно штанишки не позволяют опять же мерзнуть ну как мерзнуть не остывать тело и в то же время не сдирать коленки и они на постоянно ползают это на самом деле очень удобные вещи которые не жалко ребенку потому что футболочная ткань она не такая дорогая к примеру да но в любом случае если вы это по шьете то это вам выйдет намного дешевле чем купить то же самое ну или не то же самое в магазине поэтому всем советую вот а так гости до остановилась на гостей как обычно перескочила пришел муж со своим приятелем приятель работает в органах он кинолог и он узнал что я вижу и заказал мне манишку попросил меня связать ему манишку потому что на улице холодно а купить однотонную какую-то черную или темно-синюю не детскую манишку в магазинах тоже сложновато в основном там все с расцветкой для девчонок для мальчишек естественно мужчине в органы и такое не пойдет поэтому он меня попросил связать манишку вот вчера днем и девочки я и уже связала да она у меня стирается вязала я из ее и спряжи аризис суперлана файл на спицах 325 получилось замечательно обязательно сегодня постирается завтра я буду снимать заключительную часть влога и вам уже покажу готовую сухую работу хорошая манишка получилось ну как раз для человека которую работает на улицу на улице и которому нужно чтобы горло было все закрыто поэтому вчера я занималась вязанием только этой манишки целый вечер день и на все другое не было времени даже вот на свой вот этот вот процесс который я пытаюсь связать и вообще образец и я понимаю что это конечно очень долгоиграющая вещь но и все равно двигать нужно все и хотела показать вам вернуться к мужскому джемперу вот он не в таком состоянии почему потому что мы его мерили вчера да мы его примеряли и я хочу вам сказать что все сидит очень очень хорошо муж похудел очень так знатно скажем так и сейчас этот размер ему как никогда в пору он бы и в прошлом было бы ему в пору но был бы без особой свободы облигали сейчас даже есть какая-то свободы облигания но я когда делала расчеты я делала с тем учетом что мой муж не любит широкие зимние свитера он любит чтобы под одеждой ничего не создавала лишнего полотна вот это вот поэтому все у него по телу скажем так по фигуре и данный размер очень хорошо и рукава сели то есть подмышки все 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 идеально поэтому я довязываю длину и желтого буду заниматься этим джемпером наверное вот завтра послезавтра и воскресенье да то есть сегодня вот эти последние четыре дня до следующей недели я буду заниматься только им возможно может и нет но пока новых процессов каких-то у меня они у меня есть задумки но я начинать ничего не буду потому что у меня вот этот еще висит надо мной мне нужно закончить хотя бы образец пока все хорошо вот все на этом сегодняшний день в принципе подходит концу уже как я сказала полпятого через час-полтора заберу ребенка особо будет не до вязания ну а завтра в пятницу в заключительной части влога мы с вами встретимся расскажу чем закончилась неделя продолжаем наш вязальный влог такой небольшой так и вы перед собой видите мою готовую работу это манишка я вам уже рассказывала да друг мужа попросил связать ему манишку вот такая вот манишка у меня здесь полукруг я сделала а здесь просто обычный реглан абсолютно ничего особенного отличная получилась работа меня очень она устраивает прям замечательно еще раз повторюсь это пряжа ализе лана gold fine в одну ниточку достаточно тоненькая вязала на 3 на 325 по-моему я вязала да на 325 я вязала ее отличный вариант просто шикарно мне даже самой понравилось здесь такой воротник достаточно высокий я думаю что будет человеку тепло и комфортно вот так вот мне нравится мне очень нравится эта работа вот такая вот связала я ее за один вечер неожиданно получилось готова работа в декабре так больше я ничего не вязала а ну я вяжу сейчас свитер мужу и я уже вязала вниз до резинки сейчас буду переходить уже на резинку и все в принципе на этом основная часть будет готова останется только рукава и обвязка ворота я думаю что с этим я постараюсь за ближайшую неделю ну до нового года навряд ли я справлюсь но то же время я постараюсь постараюсь справиться вот сегодня у нас пятница больше ничего я не вязала не пробовала как-то увлеклась одним процессом и все вот разбавила только манишкой на этом я вязальный влог буду заканчивать я надеюсь что вы хорошо повязали и послушали и сделали очень много всяких разных дел надеюсь что влог получился не маленький не люблю сама маленькие влоги люблю когда там 20-30-40 час обожаю просто я надеюсь что вы занялись делами и у вас все получилось встретимся с вами в следующих роликах всем пока пока